Доброе время суток! С вами Виктор Дулин, 7 ноября 2017 года. И вот мы уже ровно 100 лет празднуем. Непонятно что, но вроде бы как желание жить при социализме, как же вот сейчас в Швеции. Но у нас пока получилось хорошо воевать, научиться у шведов. И вот сегодня я расскажу, как я учусь и поделюсь своим опытом, как укрывать виноград. Это моим способом, личным, придуманным. Причем в теплице, в теплице даже районированный сорт может вымерзнуть. Тем не менее, я все-таки покажу, как я укрываю виноград с помощью в том числе вот таких ящиков. Как видим, я их вот каждый раз вот так привожу, когда приезжаю на дачу. Вот, есть такой способ укрытия, но только щитами, а не ящиками. Вот, выгрузив вот таким образом быстренько машину, мы с вами отправимся в теплицу и посмотрим, как выглядел виноград. Выглядит виноград неукрытый. И потом я покажу вам, как он все-таки будет укрыт. Ну, скажу предварительно, что вот листья, которые я привожу в мешках, тоже играют роль. Утеплителя и корма, и удобрения для винограда, и биогумус, который у нас в том числе в теплице. Вот, видите, я привез целое ведро кофе, собравшееся за несколько дней из кафе. И сейчас мы с вами открываем наш вермисептик, которым производится компост. Верми компост. Вот, видим, как здесь мыши у нас с вермисептики шустрят, норки роют. Вот, очередная, седьмая, у нас попалась. Вот, и идем в нашу теплицу, где и будет сегодня основной показ. Вот, у нас здесь осталась одна лоза винограда. Изабелла, или Изабелла, кому как больше нравится. Вот, и пока она укрыта, вот, как видите, канистрами. Правильно обрезана. Вот здесь некоторые виноградинки остались. Они очень вкусные. Сейчас, после морозов, тем более. Ммм, красота. Вот, видите, как он обрезан. Почти что правильно. Вот здесь только нужно подрезать еще-еще. Ну, и я покажу вам дальнейшее укрытие. Вот только канистр мало. Уже здесь полито. Как видим, вот шланг. Той водой, которую мы выкачиваем из сокольного помещения. И сразу скажу, что вот здесь, у северной стенки, у нас было три куста винограда. Вот в этом углу, в северо-западном, на северном и на северо-восточном. Все три сорта, которые здесь были из-за белого и два районированных зеленых сорта, вымерзли из-за неправильного ухода. В том числе даже в теплице. И вот сегодня я вам покажу, как правильно ухаживать, укрывать. И это будет сделано в процессе дня. Ну, сразу скажу, что вот это сначала я все уберу. Сделаю правильную воронку здесь, вокруг винограда. По всему периметру теплицы. Вот сюда метр на юг и вот сюда метр на север. Будет сделана такая воронка, лунка, которую я буду еще сегодня поливать. Потом укрою листьями, потом канистрами. А сам виноград уложу, чтобы он вот так не торчал и не перегревался на солнышке, которое сегодня будет хорошим. А потом вдруг ударит мороз и вот эти стебли, которые начнут оживать ранее весной, могут как раз и померзнуть. Но чтобы не померзли корни, нужен очень хороший зарядовый полив. Укрыть листьями, которые будут поедаться. Как вот здесь у нас поедаются и превращаются в биогумус дождевыми червячками. Вот здесь вот у нас, как видите, вот они, дождевые червячки. Вот. И точно таким же образом, как вот здесь листья и ботва, помидоровый огурцов и всякий сорняк перерабатывается. Точно так же под вот этими канистрами будет придавлено воздухо- и влагопроницаемой тканью листва толщиной 10 сантиметров. И, соответственно, будет перерабатываться дождевыми червями в биогумус. Ну, а листья все эти нужно, конечно, предварительно опрыскать. И сам ствол, но не какими-то химикатами. А мы опрыскаем все это дело фитоспорином, который не является химическим веществом, а набором бактерий, которые уничтожают все грибки. Ну, дальше посмотрим, что у меня получится. Здоровья вам и благополучия! Спасибо! Спасибо!